Хочется водить машину, поэтому будем учиться. Марина Овсейчик, учащаяся Брестской автошколы ДСААФ, одного из крупнейших центров подготовки водителей в области. Это сегодня девушка виртуозно делает боковую парковку, справляется с эстакадой и заездом. Поначалу все давалось непросто. Однако даже сегодня Марина уверена, для того, чтобы стать настоящим водителем, понадобится еще не одна сотня отъезженных километров. Учиться, конечно, сложно. Сложно, это серьезная вещь, поэтому учиться надо. Учиться надо как можно дольше, скажем так. Если программа рассчитана на 3,5 месяца, значит, надо учиться 3,5. Поддерживает в этом направлении Марину и ее инструктор Андрей Супрунович, педагог по образованию. Он, как никто другой, знает, насколько в обучении нужна системность и постоянство, чтобы каждый новый шаг подкреплялся практическим опытом. Это зависит от пройденных километров. Чем больше километров прошел человек, тем он больше и увереннее ездит. Стажа может быть и 10 лет, если человек ездит по однотипным дорогам, либо не ездит вообще, либо только сезонно. Навыки вождения его очень скудны, скажем так. И он неуверенно чувствует себя на дорогах. И зачастую есть такой вид водителей, как подснежники называется. Когда выезжают они на дорогу, они довольно часто создают много аварийных ситуаций. Не зависит стаж именно от времени, а зависит стаж именно от пройденных километров. Сегодня по городским артериям перемещается много молодых водителей. Конечно, кто-то из них уже освоился и чувствует себя на дороге довольно уверенно. Кто-то, разместив на заднем стекле отметку ограничения 70, ищет снисхождение у опытных водителей. Однако медленно, но постигает автомобильную науку. Другое дело, когда за рулем оказывается подросток. Сегодня такие кадры погони, к сожалению, актуальны не только для взрослых водителей, чей мозг опьянен алкоголем или одурманен психотропами. Пытаясь скрыться от преследования, уже подростки уверенно нажимают на педаль газа. Не задумываясь о том, что таким поведением ставят под угрозу и свою жизнь, и жизнь тех, кто волей судьбы оказался в этот момент на дороге. И то, как сложится ситуация в итоге, предсказать не может никто. Страшно, почему? Потому что наши дети, которых не только не достиг возраста для управления транспортным средством, но и, скажем так, это в первую очередь нарушение правил дорожного движения, они садятся за руль и управляют транспортными средствами. И я подчеркиваю, что именно сотрудники ГАИ своевременно останавливают детей за рулем. Теперь самый главный вопрос. Каким образом в руках детей оказываются ключи от автомобиля? Плюс ко всему, эти дети уже обладают навыками управления транспортным средством. Так что же стоит за этими, на первый взгляд, детскими шалостями? С одной стороны, свое дело делает юношеский максимализм. В погоне за самоутверждением молодые люди забывают обо всем. С другой – жажда приключений и острых ощущений. Запретный плод, как известно, сладок. Но есть и еще один аспект. Подталкивают к таким шагам подростков иногда сами родители, которые обучают детей вождению прямо во время интенсивного дорожного движения. Получив некоторый багаж знаний, подростки решаются проверить свою готовность. Это в первую очередь здесь будет, естественно, родительская халатность. То есть дети, однозначно все, которые были задержаны за рулем транспортных средств, причем различных видов, они и ранее управляли, в том числе и в присутствии родителей. И самое главное – нельзя оставлять ключи в доступном месте для детей. Важно понимать, хорошо, если сотрудникам ГАИ или просто посторонним водителям удалось остановить подростка за рулем. Другое дело, когда детская шалость становится причиной гибели людей. Ответственность, конечно, будут нести родители. Однако судьба подростка будет сломана. А потому в очередной раз сотрудники госавтоинспекции призывают. Не оставайтесь равнодушными к поведению на дороге чужих, не ваших детей. Быть может, сделанное вами замечание во время протянутой рукопомощи предотвратит возможную беду.